Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим об удалении родинок в Москве. В общем-то, это происходит точно так же, как и удаление родинок в любом другом городе России. Перед удалением, что важно? Важно пройти оценку данной родинки у дерматонколога, используя специальный аппарат дерматоскоп. Дальше, желательно сделать соскоп с родинки на окоцитологию, если есть хоть малейшие подозрения о ее злокачественности. Также возможно определение белка С100, который является маркером меланомы и, опять же, при подозрении на данную опухоль, всегда должен использоваться. Какие методы удаления родинок в настоящее время существуют? В общем, существует всего два основных метода на сегодняшний день. Это радиоволновое удаление, когда с помощью радиоволны происходит исчечение родинки, и лазер, когда происходит лазерное сжигание, по сути дела, родинки. В общем-то, эти оба метода имеют примерно одинаковую эффективность и примерно одинаковые косметологические последствия. Иногда в некоторых местах, по личной оценке дерматологов-онкологов, лучше удалить лазером, иногда лучше удалить радиоволновыми методами, но лучше, чтобы эти два метода в одной клинике сочетались, чтобы врач имел возможность сам оценить, испытать каждый метод и, соответственно, удалить тем, который подходит данному человеку большей силой. Существуют также и другие методики. Это удаление жидким азотом, удаление с помощью электрикоагуляции, но, к сожалению, коагуляция оставляет более грубые рубцы, по сравнению, допустим, с тем самым удалением с помощью радиоволнового метода. А жидкий азот часто не промораживает родинку и может вызвать ее запечатление неполным удалением. При удалении родинки любым методом желательно и, я бы даже сказал, обязательно отсылать родинку на гистологическое исследование, чтобы определить структуру тех клеток, из которых состоит родинка. Не опасны ли эти клетки? Что касается опасности самого удаления родинок. Опасно ли удаление родинок? В настоящее время доказано американскими учеными, что само удаление родинки не влияет на прогноз заболевания. То есть удалили мы родинку или не удалили, прогноз один и тот же. Если суждено вам получить рак от этой родинки, вы все равно его получите. Не зависит от того, произошло удаление, не произошло и так далее. Поэтому в любых сомнительных случаях родинку всегда удаляют. Также удалению должны подвергаться те родинки, которые излишне травмируются. При необходимости удаления любой родинки, обращайтесь в наш медицинский центр оплаты КВД в Москве. У нас имеются все методики удаления родинок из вышеперечисленных, даже включая устаревших. Есть и лазерное удаление, есть и радиоволновой метод удаления, есть жидкий азот, есть электрикогуляция. Также оценку родинок после удаления производит грамотный врач-гистолог-онколог. При необходимости диагностики и удаления родинок в Москве, обращайтесь в наш медицинский центр оплаты КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.